МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги, планы и перспективы. Совместное заседание сессии Брестского городского совета депутатов 27-го созыва и городского исполнительного комитета с участием хозяйственного актива города состоялось в Бресте. С творчеством и классикой вступаем в тысячелетие. Январские музыкальные вечера уже на следующей неделе откроют плеяду мероприятий к миллениуму Бреста. Когда виной послужил человеческий фактор? Ирина Ольшова вместе с сотрудниками госавтоинспекции разбиралась, что чаще всего становится причиной дорожно-транспортных происшествий на магистралях республиканского значения. Прямо сейчас об этом и не только. Совместное заседание сессии Брестского городского совета депутатов 27-го созыва и городского исполнительного комитета с участием хозяйственного актива города состоялось в Бресте. В подведении итогов социально-экономического развития города в 2018 году приняли участие руководство горысполкома, представители депутатского корпуса, руководители предприятий и организаций. Основными пунктами повестки дня стал отчет председателя Брестского горысполкома о выполнении основных направлений развития города на 2018 год и прогноз на 2019, а также утверждение городского бюджета. Подробности у Ирины Ольшовой. На совместном заседании сессии Брестского городского совета депутатов 27-го созыва и горысполкома с участием хозяйственного актива города представители ветвей власти подвели итоги года. Основным докладчиком выступил глава Бреста Александр Рогачук. В повестке дня отчет о выполнении ведущих показателей социально-экономического развития Бреста и прогноз на 2019. Оценивая работу в ушедшем году, глава города отметил положительные тенденции практически по всем направлениям. Мы выполнили все ключевые показатели и доведенные задания по экспорту товаров, по экспорту услуг, очень интересная структура экспорта услуг, по созданию новых рабочих мест и по прямым иностранным инвестициям. Но это ни в коем случае не дает нам повод и основания для расслабления, потому что год 2018-й заложил фундамент основного года нашего города 2019 года, где мы должны показать, что юбилей празднует успешный, современный, экономически самодостаточный, красивый город Брест. В части прогнозных показателей социально-экономического развития просматривается выполнение всех трех ключевых направлений, доведенных городу в декабре 2017 года, отметил глава Бреста. Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе составил за 9 месяцев почти 11 миллионов долларов, что на 4 миллиона выше запланированного. Обеспечен требуемый рост экспорта товаров в среднем в полтора раза, вырос и экспорт услуг. По итогам года он составил более 200 миллионов долларов. Транспортная отрасль принесла 70%, на втором месте строители, на третьем – IT-компании. Их доля – 15 миллионов долларов и большие перспективы на будущий год. Мы сейчас планируем вместе с архитектурой, вместе со всеми службами, заинтересованными, создать в Бресте такой своеобразный IT-кластер. Ни в коем случае не подменяя другие инновационные площадки, которые есть в городе, мы хотим в районе проспекта республики сделать такой своеобразный IT-кластер. И что самое интересное, что сами же айтишники готовы вкладывать деньги в это строительство. То есть очень интересное направление в экономике нашего города. Нельзя говорить о развитии Бреста, уверен Александр Рогачук, только в контексте строительной отрасли. Город большой, живой и сложный механизм, где много составляющих, и каждая из них важна. Например, туристическая. За год Брест посетило 17 тысяч туристов по безвизу. Туристические услуги принесли 3 миллиона долларов. Есть пример, к которому мы стремимся и который нам постоянно заставляет не расставляться. Это город Гродно. Город Гродно в разы нас превзошел по этому показателю. И мы сейчас очень внимательно изучаем этот опыт гродинский, чтобы Брест все-таки должен быть еще более привлекательным. Что касается туристических услуг, то мы здесь заработали более 3 миллионов долларов США в эквиваленте. Это не предел. С учетом потенциала города ставим задачу как минимум догнать наших айтишников хотя бы по итогу 2018 года. Не менее важным в повестке дня стал вопрос о бюджете на 2019 год. Его доходная часть составит около 340 миллионов рублей, расходные – почти 345. Дефицит таким образом превысит 5 миллионов рублей. Около 70% ассигнований направят на финансирование образования, здравоохранения и социальной сферы. По сравнению с 2018 годом расходы вырастут на 10-12%. Почти на 20% больше потратят на ЖКХ. Основные источники поступлений в казну останутся прежними. Это налог на прибыль, НДС и подоходный налог. А также поступление от продажи и сдачи в аренду объектов коммунальной собственности. Ирина Альшова, П.Л. Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Уже на следующей неделе в областном центре торжественно откроется фестиваль «Январские музыкальные вечера». Традиционный для Бреста форум искусства не один год является престижной международной площадкой, на которой выступали и выступают самые титулованные артисты из многих стран мира. В 2019-м «Январские музыкальные вечера» открывают большую плеяду мероприятий, приуроченных тысячелетию. Афиша пестрит известными именами. Что ждать от форума искусства в этот раз? Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. 31-й международный фестиваль «Январские музыкальные вечера» приятно удивит поклонников классической музыки. В этом уверена бессменный руководитель форума искусства Лилия Батырева. Программа мероприятий получилась по-настоящему насыщенной, а главное – многоплановой. В 2019-м радовать брестскую публику приедет большое количество артистов из-за рубежа. Не меньше будет и творческий коллектив белорусов. Получилось даже очень много вокальной музыки, которая будет звучать. И это очень ценно, потому что голос и инструмент – это основа классического искусства. Мне еще приятно то, что этот год юбилейный и значимый для всех нас, и значимый, мне кажется, на многие страны. Пройдет фестиваль в 2019-м в традиционной для него даты – с 9 по 12 января. Особенно ярко в афише значатся имена известных артистов. Том Синатра, гитарист, племянник известного шоумена, певца Фрэнка Синатры, артист итальянского оперного театра «Ла Скала», Джани Маджардина и Альдо Капута. Они, к слову, откроют фестивальную неделю. Будет немало произведений, которые прозвучат на Брестской сцене впервые. Кроме того, программа форума искусства расширена дополнительными концертами на городских площадках. Это событие проходит уже в 31 раз. Но эта программа, этого фестиваля будет гораздо интереснее, чем все остальные. Почему? Да потому что Бресту тысячи лет, и мы в гости ждем, в том числе и на этот фестиваль, многочисленных гостей. Гостей, как участников фестиваля, которые артисты, музыканты, которые приедут из разных стран и будут смотреть наш город и рассказывать о нашем городе в своих странах, так и гостей нашего города, которые приедут именно на фестиваль. Всего за годы проведения январских вечеров на Брестской сцене выступило более 7 тысяч музыкантов и исполнителей из 36 стран мира. Фестиваль стал не только важным культурным мероприятием для именитых артистов, но и успешной стартовой площадкой для молодых талантов. Как показывает практика, именно январские музыкальные вечера открывали для них дорогу в большое музыкальное плавание. Что же касается публики, то она также с нетерпением ожидает встречи с артистами. Практически все артисты, которые были заявлены, мы получили подтверждение их выступлений на январских музыкальных вечерах. И мы всех и жителей нашего города, и гостей нашего города, а также вас приглашаем на эти концерты, которые состоятся в рамках январских музыкальных вечеров. Несмотря на то, что продажа билетов началась всего лишь за месяц до открытия международного мероприятия, большая часть из них уже раскуплена. Однако шанс попасть на одно из главных культурных событий года еще есть. Так что желающим получить эстетическое удовольствие стоит поторопиться. К другим темам. Как показывает практика, сложные погодные условия – не главная причина печальной статистики дорожно-транспортных происшествий. Основной была и остается человеческий фактор. Кто-то из водителей переоценил свои силы и возможности автомобиля, кто-то просто продолжает лихачить на трассе, подвергая опасности не только свою жизнь, но и окружающих. Профилактическую акцию «Безопасная дорога» провели сотрудники Брестской областной госавтоинспекции. И в этот раз в поле зрения попали водители, передвигающиеся по трассам республиканского значения. О скоростных режимах и элементарной осторожности в сюжете Ирины Ольшовой. В сезон зимних каникул и отпусков транзит через Брест значительно вырос, и все путешествия на дальние расстояния связаны с длительным нахождением водителей за рулем. Случаи выезда автомобилей на полосу встречного движения, съезды в придорожные кюветы и опрокидывания зачастую происходят по вине уставших и уснувших водителей. В последнее время увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий по причине нарушения правил обгона. В 2018 году по данной причине на территории Брестской области зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых 5 человек погибли и 40 человек получили травму различной степени тяжести. Как показывает практика, нарушение правил обгона приводит к лобовым столкновениям, и в основном это тяжкие последствия в случае дорожно-транспортного происшествия. Это погибшие люди. Сегодня в зоне особого внимания профилактической акции «Безопасная дорога» трасса республиканского значения М1. Здесь к интенсивности транспортного потока добавляется высокий скоростной режим и, как итог, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. Поэтому главная цель акции не только вручить памятки, а в очередной раз напомнить водителям о безопасном поведении на дороге и правилах выполнения маневра обгона и опережения. Начало 2019 года уже омрачено дорожно-транспортным происшествием именно лобовым столкновением. Так, 3 января около 20 часов 15 минут на 185-м километре автодороги М1 Брест-Минск, граница Российской Федерации, на территории Воронежского района, зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. По предвидительной информации, 24-летний житель города Минска, управляя автомобилем марки Альфа Ромео, не справившись с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем марки Форд Куга под управлением 22-летней Брещанки, которая двигалась в направлении от города Минска в сторону города Бреста. В результате происшествия водитель автомобиля марки Альфа Ромео, а также пассажир автомобиля марки Форд Куга с травмами госпитализированы медицинские учреждения. Дорога ошибок не прощает. Водители со стажем эту аксиому знают не понаслышке. Многим из участников акции приходилось сталкиваться с различными ситуациями, но все как один уверены, безопасность на трассе зависит в первую очередь от самого водителя. Главное – придерживаться ряда совсем несложных правил. Культуру надо вести. Быть аккуратным, осторожно ездить. Смотреть дорожную обстановку. Если зима сейчас скользкая, голодезная, аккуратнее ездить. Смотреть за ситуацией. Безопасное вождение, соблюдать скоростной режим. И останавливаться на ночлег. Мы вчера тоже думали-думали ехать дальше, но в итоге остановились и не пожалели, потому что прямо устали. Тем более сейчас есть возможности, куча отелей на дороге, в которых можно и покушать, и отдохнуть. Берегите себя и берегите других. Старайтесь где-то уступать, где-то что-то тише ехать. Лучше остановиться. Не забывать, надо помогать друг другу. Мало ли кто-то на дороге где-то стоит. Стараться предсказывать ситуацию, предвидеть ситуацию, потому что в принципе практически все ситуации можно предвидеть. Все зависит от погодных условий. Даже я не виню, ту же милицию могут не предсказать, и те же дорожники могут не предсказать. Но водитель сам должен решать, как ему ехать быстрее и медленнее. Но в первую очередь, конечно, не превышать скорость. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогов недели. В первом месяце 2019-го социальная служба Беларуси отмечает большой юбилей. 100 лет. Многое поменялось в структуре за долгие годы. Из ведомства, оказывающего финансовую помощь людям, утратившим трудоспособность, пострадавшим в результате бедствий, оно превратилось в большую укомплектованную службу, выполняющую огромное количество функций по поддержке и защите граждан. В ее составе немало самоотверженных специалистов, работающих не для галочки, а на результат, который заключается в простой улыбке тех, кто обделен вниманием и заботой. Быть рядом с человеком в трудную минуту, помогать ему адаптироваться в этом мире и жить его реалиями. Эти и многие другие функции возложены на большой коллектив открытых самоотверженных творческих людей, имя которым работники социальной сферы. Вот уже более 100 лет представители этой нелегкой, но такой нужной профессии заботятся о тех, кто волей судьбы оставлен со своей бедой один на один. Деятельность социальной службы города-региона многогранна. Это, например, помощь гражданам в трудоустройстве. Сегодня в решении этого вопроса активно реализуется комплекс мероприятий и ярмарки-вакансий, которые уже успели доказать свою эффективность. Не один десяток людей обрели рабочие места, а вместе с тем и надежду на новое будущее. Деятельность наша в этом направлении уже продолжена не первый год. Очень плодотворная. У нас по итогам таких мероприятий все граждане на сегодняшний день, которые ищут работу, ее получают. В центре внимания социальных работников города-региона пожилые и одинокие жители Брещины. Для них на базе территориальных центров создаются кружки и клубы по интересам, где обладатели золотых лет могут освоить новые для себя виды деятельности и даже выучить иностранные языки. Сразу жизнь у меня поменялась. Сидела дома, никуда не ходила. Было мне скучно и грустно. Вот, и нечем заняться. В общем-то, хотя и было чем заняться, но для души работы, так сказать, не было. Вот, пошла и как бы все образовалось. Очень нравилась мне психология. Я много чего поняла в себе. Вот, и хочу и дальше походить. Радуга творчества тоже очень понравилась там. Чего только мы не делали. Я даже не знала, что такое можно делать. Автор и режиссер своей жизни я сама. И только себя я могу брать за шкирку и утром вставать, идти на ходьбу, обливаться водой, делать зарядку, заниматься йогой. Служить сначала себе, потом людям. Тогда я заряжаюсь энергией, здоровьем. И даже не побоюсь этого слова красотой. Конечно же, особый пункт большой работы – помощь особенным людям в их социализации. Это происходит через творчество, музыку, увлеченность декоративно-прикладным и изобразительным искусством. Так, через чувства и эмоции особенные люди открывают в себе новые таланты. И знакомятся с таким непростым, но таким нужным для них миром. Лица с ограниченной возможностью имеет возможность себя проявить. И им выделяется определенная не только финансовая помощь, но и возможность посещать отделение дневного пребывания в территориальных центрах, где работники территориальных центров уже на профессиональном уровне оказывают им различную помощь. Милосердием называется такая добродетель, благодаря которой любовь, питаемая нами к самим себе, переносится на других. Это высказывание как нельзя лучше отражает смысл жизни большого коллектива работников социальной службы. Безотказность, отзывчивость и страдания – это те три кита, на которых стоит фундамент их деятельности. Эти же знаменитые принципы останутся основными постулатами непростого труда работников социальной службы и на будущее десятилетие. Специальных учреждений, где занимается социальная реабилитация людей, которые перенесли такие заболевания, как депрессия, шизофрения и другие расстройства психического характера, в Беларуси не так много. В Бресте функционирует такое заведение и, надо сказать, оно весьма востребовано. Три года назад в областном центре Брещины был создан клубный дом «Калейдоскоп». Говоря простым языком, его работа направлена на возвращение к нормальной жизни людей, столкнувшихся и перенесших неутешительные диагнозы психических заболеваний. На днях клубный дом отметил свой третий по счету день рождения. Наш корреспондент Виктория Нечаева побывала на празднике, познакомилась с членами объединения и подготовила небольшой материал о жизни «Калейдоскопа» и его участниках. «Калейдоскоп» – место, которое его представители называют «вторым домом». Здесь осваивают кулинарное мастерство, придумывают новые рецепты, вместе готовят, как семья за большим столом, осваивают спорт и правила этикета, активно участвуют в культурной жизни Бреста, организовывают свои досуговые мероприятия. Всего за три года количество членов клубного дома увеличилось почти в 13 раз. «Я стала общительнее, поскольку до этого года два, после, как сказать, объявления инвалидности, я вообще из дому не выходила, как-то замкнулась в себе, но опять же старые друзья тоже как-то все порастерялись, вот, то есть остались единицы, плюс близкие родственники, поэтому такой круг общения у меня был очень ограниченный перед переходом в клубный дом». Свой третий день рождения клубный дом отметил нестандартно в форме фримаркета. Каждый мог принести ненужные, но хорошие вещи – книги, технику, одежду и взять то, что ему необходимо с маму. Гостей праздника оказалось немало. Сегодня в калейдоскопе 64 участника возрастет от 18 до 56 лет. Это люди, столкнувшиеся с разными диагнозами и болезнями, но схожие в большом желании помочь себе и другим. «Они друг друга поддерживают. Это не только психологическая поддержка сотрудников уходит, а это как по типу группы самопомощи люди собственными силами помогают друг другу. Психическим расстройствам подвержен каждый. То есть каждый человек может заболеть, и никто от этого не застрахован. И эта проблема очень актуальна в нашем обществе. И мы хотим говорить открыто на данную тему. Наши члены тоже говорят открыто об этом. И клубный дом – это то пространство, куда может прийти человек с психическим расстройством, у которого есть диагноз, который стоит на учете в диспансере. Он может прийти и получить поддержку от специалистов, психологов, и также от таких же людей, которые попали в такую жизненную ситуацию». Сегодня «Калейдоскоп» поддерживает дружественные связи с Мюнхенским, Варшавским, Российским и двумя белорусскими клубными домами. Они вместе бросают вызов своим проблемам, страхам и фобиям, и многие из участников в этой схватке уже одержали победу. Марафон благотворительных акций и мероприятий продолжается. Он без преувеличения охватил весь город. Поздравления, представления, добрые слова и подарки нуждающимся детям и взрослым адресуют люди из разных организаций и структур. В роли добрых волшебников выступают прекрасные представительницы Белорусского Союза женщин, профсоюзных организаций, Белорусского Республиканского Союза молодежи, сотрудники областной филармонии, актеры. В преддверии Рождества многие из них в очередной раз поспешили к тем, кто ждет от них любви, тепла, внимания и заботы. Быть больше, чем просто помощь и опора. Для представителей Управления охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского облсполкома это не пустые слова. Каждый год для ребят, находящихся в социально опасном положении, в преддверии Рождества и новогодних праздников, они организуют праздник. В этот раз воспитанники Каменецкого районного социально-педагогического центра, а также учащиеся младших классов Бреста и Брестского района увидели спектакль «Тайны новогоднего волшебства», поставленный талантливыми артистами театра «Кукол». Благодаря помощи, оказанной Брестским театром «Кукол», детишкам подарили вот это прекрасное новогоднее представление. Я думаю, оно подарило от них огромное количество положительных эмоций, и от этого становится еще более приятно и тепло на душе. Как рассказать юному зрителю о том, что такое добро и как его сохранить в своем сердце? Достаточно показать малышу интерактивную сказку, в которой будет простой сюжет и серьезная внутренняя и эмоциональная составляющая. В этом уверены артисты театра «Напротив». В городе коллектив давно известен своими постановками, особенно для совсем юного зрителя. Объединившись с творческой группой филармонии, в новый 2019 год артисты входят с настоящим мюзиклом. Живой звук и постоянная работа с залом создают атмосферу уюта и домашнего тепла. Что в сказке интересное, почему рекомендуем ее для маленьких деток, потому что полностью живой звук, играют живые инструменты. Дети, это вокальная студия «Семь нот», они поют абсолютно вживую. Сказка очень музыкальная. Можно даже сказать, что это такой новогодний мюзикл у нас получился. Вот, поэтому, конечно, мы рекомендуем малышам для просмотра нашу сказку. Очень добрая, теплая, без злых персонажей, что очень важно для деток дошкольного возраста, чтобы не боялись. Очень уютная, домашняя и семейная, что тоже немаловажно. Чужих детей не бывает, уверены в Белорусском Союзе женщин. Поэтому мероприятия, которые проводит это общественное объединение, всегда отличаются особой теплотой и душевностью. Базой проведения проекта «Рождественские встречи» традиционно стал ресторан «Ташкент». Руководство этого заведения уже много лет сотрудничает с Брестской организацией Белорусского Союза женщин, предоставляет территорию и накрывает праздничный стол. Белорусский Союз женщин продолжает не только аккумулировать вокруг себя бескорыстных помощников, но и прирастать первичными организациями. Акция «Наши дети» как раз объединяет и сплочает все первичные организации Белорусского Союза женщин. Нужно отдать должное, что мы сегодня собрали ту категорию детей, для которых праздник – это самое главное. Они его ждут целый год. И благодаря этому мы находим людей, которые занимаются меценатством, благотворительностью. Не остались без внимания и подарков волшебное предрождественское время и пациенты Брестской палеотивной больницы. Хоспис только месяц назад открыл свои двери для пациентов, но уже смог стать примером сотрудничества и объединения. Роль добрых волшебников примерили члены городского профсоюза, ветеранской организации БРСЭ. Визит состоялся в рамках общего соглашения о сотрудничестве, которое действует с 2015 года, но об этом гости просят не упоминать. Говорят, просто все по зову сердца. В таком медицинском учреждении я впервые. У нас постоянно на регулярной основе проходит акция «Чудеса на Рождество». И сегодня я поняла, что чудес ждут, наверное, не только маленькие дети, но и взрослые. Мы уже не впервые сотрудничаем с Брестским хосписом. Наши активисты, волонтеры регулярно приезжают, помогают им с уборкой снега. И при открытии хосписа мы помогали. Я знала, сколько пациентов в хосписе, но то, что я увижу ветерана Великой Отечественной войны, и то, что они будут так довольны ее дочь, что мы посетили сегодня ее, и поздравили с наступающим Рождеством, семья верующая. Поэтому вот как-то в это вселило этот факт, вселил меня уверенность в том, что мы правильно сделали, что пришли в хоспис, потому что, в принципе, морально это нелегко. Конечно, праздники скоро закончатся, но место для благих дел и добрых поступков найдется всегда. Виктория Нечаева, Анастасия Ноздрин, Платницкая, Эдвард Букунович, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте. 54 63 67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни, но независимо от метеопрогноза, в любое время года и в любую погоду умейте радоваться жизни. Ищите в каждом мгновении положительные моменты и чаще улыбайтесь тогда. Все у вас получится. Творческий коллектив телеканала БУК-ТВ поздравляет верующих с наступающим праздником Рождества. Желаем вам мира в душе, семейного тепла, уюта и добра. Я Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 6 января город Брест останется под влиянием теряющего активность циклона, отходящего на юг Украины. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха в ночные часы минус 8-10, температурный фон дня минус 9. 7 января погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт. Ночью и утром скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачность с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северный, днем неустойчивый, умеренный. Температура воздуха ночью минус 12-14, днем столбики термометров поднимутся до отметки минус 10.